так все я в эфире добра раз я тоже в эфире сейчас стрим пойдет задерживаться на всем эфире давайте я проверю как у нас будет по звуку здравствуйте в эфире все у меня все хорошо вас слышно меня слышно так сейчас у вас проверим вошел на канал на мой канал и послушал слышно ли дениса так вот я сам же дениса так сейчас посмотрим так вроде нас обоих слышно у меня похоже так ну чуть-чуть подзаедает ну а так на собой хорошо слышно на моем канале правильно ну да там у вас немного меня похуже слышно меня на собой хорошо слышно у вас чуть похуже меня не написал что моем канале тоже было обоих слышно поэтому все дмитрий здравствуйте этот стрел у нас будет недолгий посвященный возвращению фернандо алонсо буквально пару там и назад потому воскресенье вели стрим после гран-при австрии ну-ка даже следующий стрим и мы с денисом сказали что стрим коррекцию будет после второго гран-при австрии мы не планировали но спонтанно из-за того что у нас появилась такая мега новость она наконец-то официально стало потому что как вы знаете ролик я записывал не много раньше о том что около месяца назад вот у меня под номером 58 на канале о том что фернандо алонсо контракт с реном это да это видимо поддержали эту новость видно видимо это так уже в настоящее время а есть официальное подтверждением уже многие источники вчера подогревали это все и в 14 00 уже официально как и говорилось туда понятно то есть да я на самом деле сам рад то что алонсо вернулся то что алонсо хороший гонщик но все таки мне кажется если рано не будет бороться за подиумы то он скорее всего мне кажется все таки уйдет здесь здесь он подписал контракт из одного источника я нашел это в одном источнике по формуле 2 плюс 1 то бишь 21 год он реально понимает что скачать на подиум страна можно только на шару 22 год когда будет новый регламент возможно смешаются карты и возможно что-то поменяется в лучшую сторону и как мы с тобой говорили в предыдущих стримах команды немножко подтянутся плотность уплотнится и получается будет более плотная борьба между соперниками между командами соответственно это дает шанс будет все окей и у алонсо будет реально шанс сказать свое мастерство вот это 2 плюс 1 почему плюс 1 потому что если в двадцать втором году как ты правильно сказал не очень будет форма рено я думаю что алонсо если мы надоест гоняться повесить член на гость что касается формула-1 возможно окончательно плюс если он наверно страхуется таким образом что у него будет возможность перейти в другую команду но тому времени мужа будет 41 год и достаточно сомнительно но по физическим каким-то вещам может ли он нормально функционировать уже в эти годы потому что мы помним фейловое возвращение шумахера да сейчас мистер джунир написал всем привет и вот тут дмитрий задал вопрос как думаете если рено будет таким средняком то он уйдет и куда я говорю да если равно не будет бороться за подиум потому что как по мне алонсо не любит ну да он конечно хороший гонщик он может из-за середняком хороший результат показывает ему интересными на борьба с лидерами если ты борьбы у него в рано не будет что касается с лидерами то тогда скорее возможно он идет но вопрос следующий куда понятно то что гонщик отличный и мне кажется все таки кто-нибудь да захочет его подписать но будет нужен ли он будет если в рано у него либо не получится либо из-за машины результаты будут не очень то то есть уже может произойти ситуация как с михаэлем правильно вы сказали то что вернется вроде как команда там норм более-менее но может и свои результаты провалиться и мерседес не лучшим образом и потом уже никому нужен никому не нужен и в итоге вот успехали шумахер там же немного другая история пошла но мы помним то что михаэля тогда результаты были ну мягко говоря не очень тут мне товарищи пишу что не слышно собеседника то есть не себя я не знаю если я говорю микрофон меня слышно что придумать я не знаю телефон а вы меня слышите в наушниках или а динамика микрофона а то есть вы со мной разговариваете не через компьютеры через компьютер разговариваю да по вайберу но на компьютере вайбер тогда нет на телефоне она тогда понятно да лучше вам сейчас чтобы вы ответили мне проблем то в том заключается то что лучше бы вы мне ответили по вайбер на компьютер и тогда все будет хорошо а на телефоне динамик еле-еле получается из-за того что вайбер и youtube микрофон используют оба то есть мне вайбер запрещает не youtube запрещает и довести трансляцию то есть как бы вдвоем они не могут параллельно и почему-то и тут мистер джуниор написал мне в чате как думаешь а он сам может заменить даниэля во время этого сезона теоретически возможно все мы видели танец помните переходил из порой роста ну там своя была просто были свои рокировки там hard лишь маркли но как мне кажется что дадут доехать и дэну и тем всем остальным при том непонятно только гонок будет я думаю что они да то есть как по мне все может произойти да и тем более уж слишком они хотели как по мне его подписать и почему бы не заменить во время сезона контракт с дэном я не знаю что что-нибудь они придумают может как отступные типа отступных заплатит а смысл их они не будет тратить деньги на ветер было бы ради чего не даты старик ярда что они плохие деньги тратить на глупо но маль может мы не знаем может внутри внутри команды политика там не лучшим образом скажем так идет с даниэлем хотя вряд ли очень маловероятно поэтому мне кажется просто даниэль доедет это сезон в рано тем более он будет скомканной а потом уже 2021 алонсо с рулёры но все то есть будет проводиться сезон знаешь тут помнишь если только начнется шахматная чехарда например спектеля выпрут с ferrari досрочно попросит у маков значит сайнца на место сайнца возьмут реки арб и тогда лонсо поедет двадцатом году вот это вот единственный шахматный такой порядок если все такими договорятся что касается пока нет вопросов у меня в чате скажи пожалуйста зарплату 10 12 миллионов которые озвучила источники считаешь нормальные для лонсо я считаю он все-таки он хочет вернуться формула 1 тем более скоро будет новый регламент если болида будут равны то он этого хочет он говорил я уже говорю в своем ролике то что он однажды сказал свою фразу то что ему не нравится доминирование одной команды то есть мерседес ему интересно когда все равны и видно класс болидов и тут тем более деньги я бы не сказал то что 10 12 миллионов его чем-то обидел да возможно какой-нибудь 2010 году 2006 попросил больше но сейчас он уже как более ветеран считается считаем это сейчас спросить деньги больше ни к чему и тут у меня вот вопрос максим в сезоне не сто процентов то что будет вторая часть сезона до то что потому что у нас сейчас определено 9 гонок а для определения чемпиона достаточно 8 поэтому если будет вторая волна коронавируса то не факт то что будет старая часть сезона так что как то вот так достаточно будет надо что гонок все-таки они вымочают 15 для того чтобы получилось снять денег с трансляции да то есть и тем более то говорят то что может две гонки пройти в сочи так у меня над надеждам из рынка 100 соединишь добрый вечер хорошо вам стрим хорошего вам стрима и общения спасибо спасибо да то есть тут читайте я считаю не потеряют достаточно большую сумму денег поэтому им просто даже выгода провести второй часть сезона с 10 до 12 миллионов алонсо да в принципе как бы смотри дэну они 20 сплотили но тут именно вопрос возвращения он все думаю что готов гоняться если вернуться к прошлому вопросу и закрыть эту тему уже я думаю что ему для поддержки по имиджу в принципе достаточно этого лишь бы ингредиентно способные болит теперь я хотел бы перейти плавно к такой вещи как считаешь а кона тяжело будет с таким мастером алонсо придется сейчас да нет алонсо как я говорю великий гонщик мне кажется ему будет достаточно нового гран-при чтобы если как вот вкатиться да а вот если смотря алонсо если он проявится как он так на свою мудрость то что он будет помогать своему стабанакону то что он тоже пропускал целый сезон формуле 1 а если же он будет ну вот как друг как сайты ну типа выпендриваться что то что вот он уже чемпиона мира был и так далее то тогда уже это будет на окон а то что него выдавить если вдруг чемпион мира хотели к столом с нормальным пилотом этого делать не будет то окон это поможет в карьере то что у него будет такой напарник или был такой напарник то есть да мне кажется окон хорошо будет сочетание с фернандо лонсо но скажи более чем достойная замена ricciardo алонсо это не молодежная программа да да я считаю нормальная и сказать что где-то в классе пилотов что-то потеряет равно нет даже может в чем-то лучше то что касается опыта согласен вот либо машина не подвела как по мне но будет очень интересно гонки с участием такой же мчужина как алонсо формуле 1 даже пускай их на два сезона этих прокатает какими там средние альфи это все равно будет украшением чемпионата и олдскульные как бы один из тех кто начинал в тысячных месяц кем это будет один из одно из украшения чемпионата фернандо лонсо эмиро и кинеси конечно кими останется в следующем году что тоже не мне кажется киви уйдет все-таки дальше у меня вопрос александр пишет у у ботаса неплохие шансы стать чемпионом ну да если хэмильтон и то есть остальные лидеры сразу скажем так не раскатаются не раскачается то что вот я я глядя в гонку гран-при австрии леклер прошел провел даму с квалификации надо было на пару строчек повыше а что касается гонки гонка просто прошла хорошо пилотировал поэтому у ботаса будут конкурент это сто процентов и шансы его как по мне очень малы да может быть чемпионом даже станет они хамильтон но есть леклер есть ферстаппин то есть не надо про это забывать это что и леклер ферстаппин в разных командах один феррари другой в ротболе поэтому вот что надо будет очень постараться вот есть первые девять гонок если он из них будет выжимать максимум да не на каждый станет чемпионом но выжимать максимум туда у него могут шансы он может кого-то задавить что касается морально того же хэмильтона то есть вот мое мнение здесь особо в принципе в целом во всем согласен смотри единственное что хочу сказать что не надо что-то первых до 5 и скажет так что хэмильтон зачастую могут на трассе пройти по тосуществом мы про это не говорили пока что ботас выполняет свой план он в принципе в прошлом году начинал с победы но понимает потом на него как говорится не пошло да поэтому пожелаемому а че по темпу он чуть конечно позже каминтона но пару неудачных гонок если дадут ему какой-то очковый отрыв но я не знаю давайте посмотрим 3-5 гран-при чтобы говорить о том что вот на первые пять гонок этого пройдут дальше у меня от александра пире страна в 2022 может выйти в лидеры да конечно меня вот кажется если новый регламент если это вот не мифы не сказки и все болиды будут плюс-минус равны да можете сразу дорано это мы знака она как более великая команда то есть я считаю как вот к избранным да поэтому возможно они конечно сразу в лидеры там чемпионство как тогда в 2009 году ворвался браун джипи но уже за подиумы более-менее будут бороться сейчас дорано один я удивлен то что на зимних тестах был один результат сейчас другой я удивился до прибавка есть но это еще не идет речи о подиуме все таки если вы честно говорить смотри ты от меня натолкнул такой мытель об этом рено и ты помнишь каких-то новостях объявил о том что будет обновать делать по движку в этом году для чего это делается и для того чтобы макларен во-первых ничего не унес с собой что касается движка у вторых это им не нужно потому что вот не показывать ну чтобы они не похитили никакую информацию и не раскрыли их соперникам вот спокойно работать прицелом на двадцатый год получается они ложат на алтарь этот год следующий год и сейчас все ресурсы бросают на двадцатый год вот а это получается что больше времени подготовиться в 2 году возможно я надеюсь что рено хотя бы будет за подиумы бороться двадцатом году и это будет круто да я и говорю в своем видео то что может получиться флешбек то что в 2005 году он стал чемпионом и может быть допустим если он останется в рано в 2023 если он останется не завершит карьеру возможно он станет чемпионом мира я чисто за рулем рано если все для рано будет складываться хорошо так же как и для самого фернандо дальше у меня тут дмитрий написал хэмилтон как думаете наберет форму как по мне хэмилтон хэмилтон что можете все подпортить если второй части сезона реально не будет хотя это очень маловероятно если вдруг ее реально не будет то тогда он может быть попрощается со своим чемпионским титулом хотя тут есть фавориты из других команд поэтому не знаю но набрать форму он должен да и что касается хэмилтона всегда говорил ребята посмотрите любой чемпионат он ко второй файде сезона ко второй части раскатывается намного круче чем начали начали что-то морозит телится но потом в конце концов он начинает уже этот хаммер тайм в каждой гонке он начинает бомбить всех вот поэтому как бы это что касается алоу говорю хэмилтона он раскачается в любом случае главное за это время ботусу немножко набрать больше очков чтобы у него было психологическое преимущество как у розберга в шестнадцатом году чтобы он мог давить им что касается претендентов на титул то вы наверное уже поняли по первой гонке что сожалению леклер скорее всего выпадет из этого числа ввиду того что он ferrari сейчас примерно находится на уровне рейсинг-поинта и макларена а реально задавить мог же может только ферстаппин хэмилтона и или его напарник ботов вот я думаю что вы со мной согласитесь я тоже согласен с вами и вот что еще считаю насчет этого если хэмилтона правильно искали . второй части сезона но тут этого времени уже не будет так много тут не 21 гонка не 22 или 23 как планировалось будет гонок меньше все равно как бы это не было и то что он вылетит из этого числа потому что скорее всего это из-за ferrari просто у феррари мы сейчас на ни в какой форме да видишь как мы с тобой обсуждали мотором зачителей и соответственно самим себе поиграть секунду но может быть за мотора в том числе почему нет да дальше у меня тут дмитрий сейчас вопрос попасть тут не так это а максим написал а почему никто не думает о том что если окон провалится то есть сергей сироткин да и сейчас сергей вот фронок раз третьим пилотом считается не знаю будет ли он третий пилот в 2021 году но окон провалится мне кажется очень шансы баллы он кончик реально талантливый и его карьеру может сложиться гораздо лучше чем сейчас многие думают но смотри он не уступчивый мы на примере с пересом это увидели в принципе скорость у него есть но не к салон со все равно будет на дистанции немножко быстрее по квалификации не скажу но что касается гоночных условий волон скилла побольше потом намного вот будет ли это такое же поражение как с ландорном я не думаю думаю что он помощнее но посмотрим в общем дмитрий флязин у меня спрашивает вы по моему фанат фернандо алонсо дмитрий до заявляю вам честно открытый я фанат фернандо алонсо вы можете посмотреть мои ролики где я ездил на гран-при венгрию меня есть и большой флаг такой фернандо алонсо и именно посвященный ему я в испании его купил и плакат и оттуда привез и вообще как бы поехала в принципе того что побоялся что алонсо может завершить карьеру что и произошло в конце восемнадцатого года но я успел но теперь у нас как винта есть шанс еще раз это все увидит двадцать первом году слава богу что он возвращается нет очень нравится я ролики про него снимал кстати у меня была рубрика она называется веки истории я там снял всего лишь три ролика она была о том что о тех пилотах которые уже не выступают формуле 1 так вот там и я долгое время вот так все хотел про лонса снять но так и не снял так как будто бы предчувствует что он вернется и слава богу он вернулся и лучше я буду снимать как нибудь потом отложил это дело пускай на счет действующих и порадует но мне нравится по совокупности качеств по тому как он ездит по его целеустремленности по его в общем не знаю бывает такое вот многим другим нравится там словно говоря тот же хэмлитон или петель но вот алонсо мне всегда нравился и наряду с не уже полюбившимся леклером и норрисом и конечно же буду болеть за лонса а что касается сироткина опять же у него вокруг да около если он провалится на фронт француз понимаете тоже как бы сироткину тяжело будет вернуться в формула-1 вот блин намного проще 5 даже остаться который в обойме который уже опыт есть а сироткину тяжело будет вернуться ребят честно будет он третьим там 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 но это будет ситуация типа коронавируса например вот либо ситуация еще какая-то там другая третья пятая десятая невозможность от травму гонщик получит вот а что касается его шансов в рено то мне как что они очень минимальные должно что-нибудь потом их молодежная программа большая да как бы а сироткин уже как бы вакуна поднаберется салон сама опыта и будет гонять как бы я бы на вопросы вот эти вот вот так ответил денис тебе слово да мне сейчас горала тоже нравится к гонщик он такой слегка идея разустисти особенно вот как что году поэтому и он по-настоящему легендарный гонщик никакой там не рантодрайвер и так далее поэтому да будет интересно за ним понаблюдать то что последний его сезон формуле один был если я не ошибаюсь 2017 году так дальше у меня вопрос дмитрий вот я немного положил вопрос я один да я один жду f1 2020 до бусы опять игралась очень часто у меня на канале что касается f1 2020 я скажу то что я уже в нее поиграл даже то есть я сделал предзаказ я уже поиграл эту игру графика ничего нет и шлангу вкратце искать графика ничего не отличаетесь новый режим моя команда и все то есть вот вкратце про игру официально на выходе 10 июля дальше надежный все ребят не что поиграл я еще хочу поиграть на самом деле так ну что меня удивило то f1 f2 2019 года я думаю шварцмана бы там вот как моя команда подписать там в итоге подписал микку шумахера то есть интересно так но все равно сервера нет нет отключает то есть это еще можно сказать как бета-версии даже больше до режима все есть но сервера частенько отключать дальше вот тут надежно все ребята несмотря на жару вы как всегда рассудительное и интересное в обсуждении новостей формула-1 спасибо дальше александромский тут так мне не нравится у алонсо это гран-при сингапура в двухтысячных это как я понимаю когда который был подстроен конечно то флавио там мутил ну да вот замешан в грязных делах наверно он как бы не мог об этом не знать или никто об этом пока что не узнает но понимаете многие великие пилоты тоже по грязному выступали и когда шумахер например хотела жака вильнёва специально выбить да и он там когда например квалификации специально в монаха и миробо останавливался чтобы выиграть пол позиция да это очень грязно но это не умаляет остроен алонсо как вот давайте отбросим эти интриги они уже в прошлом тем более не факт что алонсо об этом знал хотя я конечно думаю что он конечно об этом знал да то есть и вот если вот мы вспомнили то озвачиваем тут больше вариатора то есть тут алонсо да он замешан но как только скажем так соучастник дальше что хотел сказать но алонсо не на может быть это даже как и плюсы для пилота тем более в нынешнее время то что он так сказать он хорош в политике команды если вспомнить когда выступал в макларене вместе как раз люисом хэмильтоном он тогда вот я и просто говорю он хэмильтон тогда был молодым новичком не новичок на молодой пилот да он тогда с ним мягко говоря но не сложились у него отношения в команде с ним и тогда была великая война то что у макларена и феррари если они ошибаюсь и тут уже фернандо алонсо чуть ли не шантажировал вообще руководство макларена поэтому что касается в плане политики внутри команды алонсо в этом плане очень умен то есть поэтому вот я просто говорю сможет ли он скажем так ездить в одной команде с новичком со табаном окон не хэмилтон потому что этот был хэмилтон перед собой под ноль раскатал это если честно поэтому опять же уровень переса большой вопрос понимаешь поэтому я думаю что тут все-таки будет сторона алонсо более более мощная смолер мне кажется залетный это смолер это как я понимаю с формулы 3 да почему залет ты сразу не было первая гонка за рулем болида формулы то есть формулы 3 до тому же мику шумахеру раз вы на это вашу даун за рулем формулы 2 ну и мод со второго сезона у него результаты пошли вверх а тут вы по одной гонке сразу так рассуждать поэтому я не считаю не стоит на него сразу вот так вот давить тем более грунт реально я смотрел обе гонки и первую вторую и видно было то что он еще боялся но что касается квалификационному темпу там был для первого сезона для новичка я считаю неплохой что вы можете по этому поводу сказать о чем речь я тут что-то отвлекся это про формулу 23 это про формулу 3 смолер александр смолер новичок формуле 3 русский пилот то что тут написали у меня в чате то что типа смолер дмитрий написал что мне кажется смолер залетный то есть залета пилот чудом оказалось как-то странно формуле 3 ну как все как-то чудом оказывается формуле 3 я просто не честно говоря так внимательно не слежу за младшими сериями вот меня больше сейчас формула 2 интересует потому что там много наших потанов и шварцман выступает круто за 3 как-то вообще не слежу если честно поэтому оттуда в них комментировать нечего а что касается залетных незалетных каждый потом сам проявить себе или не проявишь да я честно говоря сам формулы 2 я так мельком слежу а сейчас за форму 1 за форму 2 за форму 3 я очень хорошо слежу тем более показ помочарение игру квалификационный темп что я могу сказать был у него в принципе более-менее хорошая дошка он неплохой по крайней мере и если вспомнить там уже даниила квят который мы особенно какой-то русский до любимого восхвалять то что вот у нас пилот наш отечественник но формуле 3 если вспомнить у него еще тогда еще хуже было они тогда с сальцем на пару и чуть ли их не дисквалифицировали и аварий у них были но потом квят ко второму сезону форму подобрал формулу 3 выиграл оказался второй раз в 2015 году из-за роутбул он погонял а карл сань сейчас перешел феррари хотя карл сань его даже сезона не хватило чтобы освоиться формуле 3 сейчас он феррари то есть а тут судить по первой гонке обскал особенно в младших серий до формуле 1 тут более-менее все чудо а в младших сериях там даже по первой части сезона сложно что-либо судить тем более по новичку ну что могу сказать по этому вопросу так что так вопросов хотя больше нету пока что нет сегодня у нас такой как бы не не слишком длинным и просто хотели рассказать про лонса поэтому сейчас еще наверно минут пять десять поговорим если вопросов не будет то будет потому что у нас будет скорее всего после гонки штирии стрим а это промежуточные еще на фернандо лонсо ну что еще хотел бы сказать сейчас я хочу к сожалению вас перебить по поводу грамм простили ребята у меня может быть не получится сейчас вращать зрителям потому что мне начнутся уже скоро тренировки нужно у нас там будет игра с соседним городом может быть я обзор даже не успею заснять а стрим тем более то есть поэтому может быть и не получится у нас после грамм при стире к сожалению то есть вот что выпускать на так если да будет возможность почему бы не записать просто 3 мы тоже сейчас делать не поддаю бы идут мне стартюнер кстати вот описал магнус мог оказаться феррари в 2019 если бы не матья бенота у нас частенько я начинаю первое отвечает вопрос поэтому что могу сказать матья бенота он еще когда не был главным руководителем феррари то есть сейчас тогда он еще продвигал чтобы именно шарли клэр перешел феррари то что за альфа армон показал неплохие результаты пускал хорошие поэтому он его продвигал также мы знаем шарли клэра есть хороший агент агент тот же у даниила квета который поспособствовал его возвращение формула 1 почему-то магнус это потому что мне кажется он если он за хасом показывает результаты честно говоря кита не то что странные а неуверенные скажем так то феррари в главной команде мог провалиться и это феррари это уже не тот это не хас где простят где и хас то сами болит у них не лучшим образом построен а феррари уже это не простят и он мог потеряться формуле поэтому мне кажется тогда бабушка даже чем-то рисковал если перешел феррари а то что кстати мое мнение ну излишне агрессивно психологическая стойкость он в каждом моменте пытается как бы слишком агрессивно гоняет поэтому как по мне возможно из-за этого террари нужно тем более было в парус к феталю вторым номером не такой больше да да чем говорить я в принципе все сказал про магнус на особо говорить не хочу понятно ну да в принципе тем более феррари тогда хотели найти они думали если феталь хорошо поедет хотя фиталь сейчас какие-то тоже не очень во втором сегменте квалификации остался да тем более ему в пару магнус она это мне кажется вообще был провал для феррари хотя машина могла позволять бороться за подиумы то есть я не знаю когда бы они могли провалиться честно говоря так они хотели к фетре 2 пилота если он хорошо поедет а в итоге мне газ показывает отличные результаты поэтому вот так тем более про магнус она что еще хочу сказать это больше как даже было слухов да тут недавно говорю магнус про это но мне кажется он расстроился то что пригласили саньца ferrari они его то что магнуса тоже ну да магнус огромный да да понимать что искать может и сам из формулы 1 уйти когда вообще его место под вопросом будет не говоря о том что джин хас может выкнать их обои с горожан много может чего быть поэтому что здесь я не знаю если вопросов больше нет ты наверное можем в принципе про лонса посвященный ему длинный стриме вижу смысл делать поэтому если вопросов больше меня удалось последний вопросик ответим задал артем так привет привет артем леклер будущем будет оспаривать чемпионство с ферстаппином ну это понятно чего феррари ферстаппин в ротбулли леклер феррари да чем более у них нравится в рождении не двери недели поэтому мне кажется то есть тут понятно кто-то еще может испаривать чемпионство если что касается из молодых пилотов как от ферстаппин это леклер и к помню кто может быть окон возможно это так шансы малы и то есть ли за хорошим болидом поэтому не знаю кстати да я думаю что вы вопроса больше чем ответов просто не хотелось бы именно этот стрим посвящать другим пилотам леклер возможно но наверно них не в этот год и не в следующий вот 22 там будет намного и думаю интереснее я надеюсь на это давайте закругляться потому что стрим был посвящен именно фернандо лонс тут уже немного другие вопросы пошли но в принципе спасибо то что вообще какой-либо вопрос задавали что стрим вышел неплохой несмотря то что стрим был поменьше всего 40 минут то есть всем спасибо задавал свои вопросы да спасибо всем да мы просто как бы хотели посетить именно командиры но фернандо лонт и в принципе на 1 первые 20-25 минут отстреляли вот и как бы все что хотели сказать наши мысли по поводу командиры но ее формы как а лонса будет с оконом верно окажется относительно соперника двадцатом году отсудили вот а все остальное думаю что мы совместно с ними либо после гонки в штири либо там на следующие несколько дней после когда у дениса появится возможность сделать прям мы обязательно сделаем и будем уже обсуждать события по ходу этих гонок этого педона тем более нас три гонки подряд вот первая была еще не будет поэтому скоро увидимся до новых речь дорога эти на наш подписывать поддерживать нам это очень приятно а чтоб мы забыли выбрать лучшего стоп мы забыли выбрать лучшего кстати меня дмитрий плязин у меня сейчас сосчитаю быстренько так раз два три четыре так у меня дмитрий 6 написал так вот тут мистер раз два три 4 4 дмитрий плязин самый активный был на этом стриме остальные не расстраивайтесь также будьте чуть-чуть поактивнее будете также у нас самыми активными ну что все спасибо кто задал вопросы подпишитесь на канал f1 сточек и скорости f1 до новых встреч всем пока пока сегодня